Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Рапунцель рассказала о том, что Дима Дмитренко уговаривает её уйти с проекта. Дима часто тянет меня за периметр, говорит, что там больше возможностей, там мы откроем свой бизнес, у нас всё будет. Но я пока не готова уйти с проекта, я хочу довести дело до конца, сыграть свадьбу. Антон Шоки получил предложение сняться в кино. Он решил покинуть проект, несмотря на отношения с Викой Комиссаровой. Но долго Антон за периметром не продержался. Он вернулся и живёт в комнате, где был изолятор. Марина Африкантова рассказала о плохом поведении Антона. Он лапает всех девчонок за попы, пишет Марина, и потом сравнивает, у кого лучше. Он должен вести себя более сдержанно, потому что весь коллектив точит на него зуб. На острове любви грядут большие перемены. По слухам, Сейшела уже покинула Лилия Четрару, она уже развлекается в ночных клубах. Сергей Захарьяш, чьё сердце девушка так и не завоевала, остаётся на острове до окончания сезона. На место Лилии вылетела Ангелина Татишвили. Она пришла на проект к Сергею Кучерову. Мама Марины Африкантовой сообщила, что Марина приезжала домой за летними вещами, и в ближайшее время она отправляется на Сейшелы. Лиза Полыгалова приревновала Ваню Барзикова к Марине, и она едет, чтобы их помирить. Африкантова старшая рада, что дочь будет подальше от Чуева. Женя Феофилактова призналась, что сейчас она думает не о личной жизни, а о работе и о карьере. Также Феофилактова хочет заняться политикой. «На днях я встречаюсь с одним депутатом», – рассказала она в интервью. «Он даст мне направление, расскажет, что делать дальше и будет выступать в качестве моего наставника». Марина Мексико похвасталась своими заработками. «У меня всё по кайфу», – пишет девушка. «На деньги, вырученные с онлайн-трансляции моей ринопластики, я купила квартиру». Пару Вики Романец и Антона Гусева, которые недавно расстались, мы сможем увидеть на канале СТС. Они станут героями нового реалити-шоу «Диван». Бывший участник «Дома-2» Джозеф Мунгале вспомнил день своей свадьбы, которая была почти 9 лет назад. «Наша свадьба с Софией», – подписал он снимок. «Как же быстро летит время!» После ухода с проекта Саша Гозиас решила стать бизнесвумен. Саша открыла шоу-рум. Она показала подписчикам небольшой ассортимент своего магазинчика, но вместо поддержки услышала только насмешки и критику. Многие пишут, что она торгует собственными бывшими в употреблении вещами, которые получала за рекламу. В комментариях пишут, что Гозиас всегда страдала полным отсутствием вкуса, и вряд ли она найдет покупателей на эти вещи. Журналисты пообщались с бывшими одноклассниками новой пассии Дмитрия Тарасова. Они выяснили, что Анастасия Костенко стала мамой в 15 лет. 6-летняя дочка Костенко записана на ее мать. Свою биологическую маму девочка считает своей сестрой. Бывшая участница Дома 2 Виктория Карасева пропала без вести. Еще недавно она активно делилась новостями своей жизни и вот перестала появляться в соцсетях уже около месяца. Ходят слухи, что ее муж Слава Дворецков ограничивает Викторию в увлечениях, следит за каждым ее шагом и запретил пользоваться интернетом. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.